МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Городские власти заинтересованы в сохранении ПТП-1. Какая судьба ждет транспортное предприятие", озвучил мэр Ярославля. Контракт заключен. В Ярославле начнется строительство школы на Московском проспекте, а на Пашуковской усилены работы. Строители нагоняют график. В халатности подозревают чиновников. По факту сноса старинного дома в Рыбинске возбуждено уголовное дело. Без прически в праздник никуда. Женщины всегда остаются женщинами. И особенно приятно, когда уникальный образ создает мужчина-профессионал. Цветы, ювелирные украшения и просто внимание, что хотят получить Ярославные на 8 марта. Поют все от классических арий до эстрады. Две оперные дивы впервые дают концерт в Ярославле. Время новостей на городском телеканале. В студии Вера Жук. Здравствуйте. Ярославские власти заинтересованы в сохранении ПТП-1. Об этом сегодня городскому телеканалу рассказал мэр Артем Молчанов. Городоначальник заявил о необходимости недопущения банкротства предприятия и сообщил, что на муниципалитете будет представлен план по выходу из кризиса. Уже утвержден ряд мероприятий, которые необходимо воплотить. В первую очередь, возможность участия в межмуниципальных и областных перевозках, аудит и снижение кредиторской задолженности с помощью финансовой поддержки областного и городского бюджетов. А также присоединение ПТП-1 к Яргор-Электротрансум. При этом, по словам мэра, важно обеспечить трудоустройство коллектива автобусного парка. Сейчас проводится работа по предложению работникам трудоустройства. Это трудоустройство как на предприятии, которое будет выполнять основные перевозки по городу. Это предложение по трудоустройству и в другие городские предприятия. В том числе, это Яргет, который имеет потребность в работниках для обеспечения трамвайно-троллейбусных перевозок. Тем временем, меньше чем через месяц, с 1 апреля, в Ярославле начнется полное обновление автобусов на городских линиях. А сегодня комиссия мэрии областного центра завершила дополнительное обследование пассажиропотока на автобусных маршрутах города. Самое активное участие в таких проверках принимали жители. Отрабатывались все проблемные рейсы, удобство движения по которым вызывает опасения у горожан. Проверяющие обращали внимание на заполняемость транспорта в часы пик и соблюдение интервалов движения. Все это поможет учесть пожелания ярославцев и сделать так, чтобы люди вовремя и с комфортом могли добираться до работы и по своим делам. Отметим, на сегодня определены перевозчики по всем 137 маршрутам Ярославля и Ярославского района. Транспортную сеть будут обслуживать 9 компаний. Контракты они длительные, будут действовать 7 лет. За этот период явно будут вноситься изменения. Ну и поэтому нам важно сейчас получить объективную оценку и от жителей, кто активно пользуется маршрутами. И соответственно по результатам объективной оценки работы маршрутов. Контракт на строительство школы на Московском проспекте заключен. Об этом сегодня доложили на открытом совещании в мэрии. Учебное заведение на 1100 мест должно быть введено в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года. Разрешение на начало стройки получено. Также по сообщению властей города темпы возведения школы на Пашуковской ускорены. Ранее здесь было зафиксировано отставание от графика. Глава Ярославля взял вопрос на личный контроль. Подрядчик был приглашен на строительный час в кабинет мэра. После проведения совещания коллеги у нас активно принялись за работу. На сегодняшний день я хочу доложить о том, что заключен контракт на слаботочные системы. То, о чем я говорил на УГСе при докладе, то, что вы разбирали как раз на стройчасти под вашим руководством. Также сейчас прибавляется количество сотрудников на объекте. Мы это уже фиксируем. И сегодня завозились тепловые пушки. Как раз то, о чем вы говорили, о необходимости ускорения прогрева. Необходимо более активно применять систему штрафов для нерадивых собственников зданий и управляющих организаций, которые не очищают кровли от наледи и снега. Об этом сегодня заявили в мэрии. По словам чиновников, в текущем году выявлено более 180 нарушений содержания крыш многоквартирных домов и административных зданий. При этом в ряде случаев предписания и предупреждения выдавались по несколько раз. И такая ситуация наблюдается во всех районах города. Необходимо активнее пользоваться этим инструментом в части тех собственников жилых и нежилых зданий, которые не реагируют на предупреждения, на информационные письма. И не только по содержанию кровель и территории, а и по содержанию фасадов в том числе. По нежилым зданиям, еще раз обращаю внимание, принят закон области о том, что повышается административная ответственность, особенно то, что касается содержания кровель, касается содержания фасадов. И, соответственно, переданы полномочия. Полномочия переданы сейчас органам местного самоуправления, нашим административным комиссиям. До 1 апреля необходимо синхронизировать работы по благоустройству с собственниками коммуникаций. Об этом заявил сегодня губернатор Михаил Евраев на совещании в правительстве области. По словам главы региона, в прошлом году было много проблем с сетями, задержки в ремонте. Собственники должны оперативно сверстать планы по замене труб. Контракты с подрядчиками по ремонту дворов должны быть подписаны до 15 апреля, а работы по программе «Наши дворы» завершены до осени. Также Михаил Евраев обратился к главам районов и дал старт новой программы. В каждом муниципальном образовании следует создать рабочие группы, которые будут делать обходы территорий. На все объекты должны быть дорожные карты, за каждое здание ответственной. Практика таких обходов уже началась в Ярославле. Заполнение всех протоколов и всего остального должно проходить, надо перезаболить такую цель поставить, в единой электронной системе, чтобы было отслеживание по каждому объекту, кто что сделал. И чтобы мы их все держали на контроле. Дальше. Красное, желтое, зеленое. Пожалуйста, невыполнение в красную зону. Мы рассматриваем здесь красные зоны по каждому объекту. Сегодня возбуждено уголовное дело по факту сноса исторического здания в Рыбинске. Уникальный пример деревянного купеческого дома 19 века был одним из последних в городе. Как установила Ярославская областная прокуратура, в 2013 дом выкупило частное лицо у администрации города. На момент совершения сделки ни о каком статусе культурном наследия речи не было. Также выяснилось, что снесли здание с нарушением градостроительных норм. По версии следствия, должностные лица знали о наличии признаков культурного наследия у объекта, но не предпринимали никаких мер по его сохранению. Как итог, утрата исторического здания навсегда. Сейчас следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также конкретные лица, причастные к совершению преступления и подозреваемые в халатности. Должностные лица администрации городского округа город Рыбинск, обладая как минимум с 2013 года достоверными сведениями о наличии указанного здания признаков объекта культурного наследия, и понимая, что такой статус не присвоен зданию длительное время, совершали преступные бездействия. К другим темам сегодня в Миллениуме поздравили Ярославна с наступающим праздником. Губернатор Михаил Евраев вручил активным дамам государственные и областные награды за добросовестную работу, высокий профессионализм и вклад в развитие региона. В общей сложности отметили более 20 женщин. Губернатор Ярославской области отметил нас, женщин, которые внесли определенный вклад в развитие Ярославской области. За заслуги перед Ярославской областью в области культуры, за организацию больших проектов, которые мы проводим в области, которые мы проводим в городе Ярославле. Также губернатор встретился с матерями и женами участников специальной военной операции, активистами общественных организаций по поддержке военнослужащих и их семей. Михаил Евраев ответил на вопросы, касающиеся реабилитации военных, их размещения в областных медицинских центрах, обсудили и волонтерскую помощь детям участников СВО. У нас кто-то будет скреплен точно, и социальных работников за каждой семьей. Поэтому в этом не сомневайтесь. Спасибо большое. А чтобы у нас меньше было таких организационных проблем, неважно, где они возникают, мы сейчас с военкоматами работаем, могу сказать, очень серьезно. И мы прям помогаем. То, что мы можем от региона делать, мы все делаем. Она знает все об электричестве, подстанциях, киловаттах и напряжении. Ярославна Юлия Ивуль – энергетик. Редкая профессия для дам. Героиня нашего следующего сюжета контролирует работы 60 мужчин, который выезжает устранять аварийные ситуации на всей территории области. В чем особенность профессии и чем она так привлекательна для женщины, попытались сегодня разобраться мои коллеги. Юлия Ивуль начала свою карьеру в 90-е. Тогда сфера энергетики показалась ей наиболее перспективной. После учебы в техникуме по распределению попала в Никаусский район. В 2004 году вместе с семьей переехала в Ярославль. Здесь трудилась в должности дежурного инженера, потом диспетчером. Сейчас главный диспетчер. Более 15 лет занимается вводом в ремонт оборудования. Организует работу по ликвидации неисправностей. В ее управлении 12 бригад, а суммарная мощность сетей – 100 тысяч вольт. В центр управления сетями приходит сигнал. На экране загорается табло с информацией о неисправности. После чего диспетчер отправляет бригаду для исправления аварийной ситуации. Работа не женская. Юля – единственная дама в окружении мужчин. Сама героиня отшучивается и скромничает. Говорит, ничего такого в своей работе не видит. И любая женщина смогла бы пройти ее карьерный путь. Знание линзы защиты, автоматики, самого оборудования в рейсе. И вот так сложилось, что вот эти этапы, большой объем знаний из-за этого. В принципе, любая женщина, которая пошла бы этими этапами, могла бы здесь работать. И все-таки не каждая проявить лучшее качество, подойти с холодной головой в экстренной ситуации и принять правильное решение – все это про Юлю и Ивуль. Очень ответственная работа, очень много надо знать. Надо оперативный склад ума иметь, потому что решение нужно принять мгновенно. Знает хорошо оборудование, знает хорошо правила работы. Ну, Юлия Владимировна, я бы сказал, у нас самый лучший диспетчер. И самый красивый диспетчер. Опять же, на то, что есть женщина, как уже коллеги говорили, определенный порядок, все равно мужчина так и не наведет. Работы много не только за пультом дежурного, но и в полях. При любой погоде энергетики готовы выполнять любую поставленную задачу. Как отмечают мужчины, женский голос слышать всегда приятно, пусть даже он и командирский. С Юлией Владимировной только на «вы». Ее ценят как специалиста и уважают. Очень ответственно, профессионально выполняет поставленные задачи, свою работу. И всем хотел бы пожелать, чтобы отношение к женщинам, мужских коллективах было таким, как у нас. Женщина-диспетчер ни в чем не уступает мужчинам. Работает в сменах по 12 часов, выходные и в праздники. 8 марта, к слову, проведет на работе, чтобы в домах ярославцев не было перебоев с электричеством. Алексей Машков, Михаил Орлов, Новости города. Самые обаятельные и привлекательные в канун женского праздника стремятся стать еще лучше. Прекрасная половина начинает готовиться к 8 марта за несколько дней, а то и недель. Побаловать себя любимых многие ярославные предпочитают походом в салон красоты, где можно сделать оригинальную прическу. И особенно приятно, когда над уникальной укладкой колдует мужчина-профессионал. С одним из таких мастеров познакомились сегодня мои коллеги. Слушаю вас. Да. Клее. Хорошо. На какой день вы бы хотели? Хорошо. Записываю. У стилиста Ильи Прозорова нет отбоя от клиентов, особенно женского пола. В канун праздника дамы стремятся попасть к нему до последнего момента, чтобы предстать потом во всей красе. Очень комфортно, особенно если мужчина настоящий профессионал своего дела, знает, что делать, как правильно подобрать прическу, стрижку, как выбрать грамотно цвет. Я думаю, любая женщина не откажется побыть в руках такого мастера, как Илья. Сам Илья, признается, никогда не думал, что будет парикмахером. Причем универсалом. Он делает прически как женщинам, так и мужчинам. Но 20 лет назад, после армии, будучи в поисках работы, встал на биржу труда, где ему и предложили освоить такую немужскую профессию. Теперь он творит с помощью косметики, плойек и расчески. Была склонность к музыкальным профессиям. То есть я музыкальную школу закончил. Но чтобы парикмахер вообразить даже не мог. И вот почувствовал только то, что я что-то могу там. Вот только вот в училище понял, что это интересно, это по-творчески. Прежде чем приступить к укладке, Илья обязательно общается с клиентами. Узнает, какая стрижка соответствует внутреннему состоянию человека. С какой прической представительница прекрасной половины будет чувствовать себя комфортно и уверенно. Каждую весну всех тянет поярче. Молодежь по цветастей, девушкам по блондинистей или по рыжей. Всех тянет к чему-то новому, к чему-то яркому. То есть это дело в весне. К мастеру я хожу уже на протяжении нескольких месяцев. И заметила, что он работает очень аккуратно, бережно, нежно. И если вдруг какие-то пожелания будут у клиента, то он будет их предусматривать. Профессия парикмахера не просто волосы стричь иногда и побыть психологом, уметь поддержать душевный разговор, работать мягко и аккуратно. У общительного Ильи с этим проблем нет. От работы не отвлекает, а за интересной беседой и время летит быстрее. И клиенту комфортнее. Наверное, поэтому и идут к нему Ярославны. То, что в России до сих пор считают, что крутить локоны не мужское дело, Илью абсолютно не смущает. Он, напротив, уверен – мужчина-мастер сделает клиентку не менее красивой, чем мастер-женщина. Главное – талант, трудолюбие и креативный подход. Родион Латышев, Евгений Симоненко. Новости города. В Ярославль приехали впервые две оперные дивы – автор проекта «Джаз энд опера» Ольга Годунова и обладательница премии «Грэмми» Екатерина Лехина. Они подготовили яркую предпраздничную программу вместе с Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром. В атмосферу кинохитов, оперы и джаза окунулась моя коллега Анна Лазоркина. Она узнала, как новые аранжировки и профессионализм исполнительниц дарят привычным песням вторую жизнь. Жизнь свела Ольгу Годунову и Екатерину Лехину в 2002 году. Певицы учились у одного педагога. Сначала стали подругами, а спустя 10 лет появился совместный проект «Джаз энд опера». Поют все от классических арий до эстрады. Давно об этом мечтала, очень давно хотела съездить именно в Ярославль, потому что прекрасный старинный город с богатой историей. И вот мы здесь. Это будут и старинные романсы, как у нас даже принято говорить, цыганские романсы. Это и образ Примадонны будет у меня в американской оперете. Голоса певиц разные по тембру, но благодаря общей вокальной подготовке и настоящей женской дружбе они легко нашли точки соприкосновения. Быстро сработались и с Ярославским симфоническим оркестром. Когда не знаем оркестр, то мы всегда очень так насторожены, потому что мы приехали, у нас одна репетиция, как, что, мы стараемся, конечно, две репетиции. И вдруг вчера мы слышим, что оркестр все играет в динамических оттенках, с динамическими оттенками, и все это так четко, здорово, такая акустика потрясающая. И, конечно, на какие-то моменты мы были очень приятно удивлены. За кулисами и в фойе царит волнение и трепет. В Ярославль приехали две оперные дивы, которые воплощают в себе женственность, красоту и талант. Девушки выступали на лучших концертных площадках мира. Для публики и артистов оркестра это настоящий музыкальный праздник. Хиты, новые неожиданные аранжировки, известных песен, которые привезли певицы, звучат со сцены свежо и ярко. Для исполнителей, которые умеют совмещать и оперные пения, и в то же время умеют правильно исполнять джазовые интерпретации. Я считаю, что это очень интересный опыт общения с такими музыкантами. Я пришел с женой посмотреть джаз. Очень нравится, очень любим. Развлекаемся. Я сделал супругой музыкальный подарок на 8 марта. Купил билеты и вот мы сейчас здесь находимся. Своим творчеством Ольга Годунова и Екатерина Лехина воспевают женскую красоту и мудрость. А еще певицы шутят. Сложнее не само выступление. А после концерта быстро выйти из образа и снова стать самой собой. Анна Лазоркина, Игорь Мосин, Новости города. Карандаши, гуашь и маркеры. Ярославские волонтеры из отряда «На волне активы» запустили акцию «Улыбка весны». Ребята поздравляют дам в преддверии главного женского праздника. 20 юных волонтеров нарисовали поздравительные плакаты и открытки. Их развешивают в подъездах домов Ленинского района, чтобы поднять настроение и порадовать Ярославн. Акция проходит третий год подряд. Я считаю, что нужно нести добро, а добро можно нести через маленькие поступки. Не обязательно делать какие-то глобальные вещи. Можно просто поздравить. Можно вот как мы открыточку подарить или на весь подъезд. Уже третий год подряд они рисуют открытки, поздравительные плакаты к Международному женскому дню. В среднем от каждого волонтера по открытке кто-то более творчески нарисовал около пяти. Но в целом около 40-50 открыток будет развешано по городу. Цветочные букеты праздник 8 марта практически синонимы. Знатоки советуют искать цветы, которые ассоциируются с весной, пробуждением жизни, со свежестью и новой энергией. Признанные символы мартовского праздника мимозы и тюльпаны, но и классические сорта нельзя отметать. Что выбирает ярославцы, сегодня узнала Марина Смарагдова. Если в воздухе витает аромат мимозы, безошибочно можно определить Международный женский день не за горами. С гор спустились цветы, похожие на миниатюрные солнышки. Они приехали из Адыгеи. Если зима будет сильная, мороз сильный, тогда плохо растет. А если так среднее, мороз мало, тогда растет очень нормально. В России мимозы называют серебристую акацию. Вот и у меня есть. Еще один традиционный дар 8 марта – это тюльпаны. Для сотрудников магазинов страда начинается с 7-го. А в день праздника, говорят продавцы, самая горячая пора. Мы пришли выбрать цветы для своих коллег по работе. Что вы выберете сегодня? Мы хотим в горшочке что-то выбрать. В астротименте разнообразные цветы, преимущественно из-за рубежа. Эквадор и Голландия радуют ярославских женщин буйством красок. У цветов есть свой тайный язык, который далеко не все знают. Например, если вы хотите сделать комплимент и поделиться хорошим настроением, то ваш цветок гербера. Но если вы хотите выразить доверие, то непременно фрезия. Белая лилия подчеркнет благородство. Орхидея расскажет о любви и нежности. Подсолнух – о поклонении. Роза – царица цветов, растопит любое сердце. Сделать выбор трудно. Надо учесть предпочтение дам. Кто-то просит создать букет. Многие выбирают цветы в горшочке. Есть и готовая композиция. Цвет тоже имеет значение. О любви, говорит, красный и розовый. Синий означает преданность. Я сегодня сходила к очень крутому мастеру на ресницы и на брови. Мне там подарили цветочек. На 8 марта? Тюльпаны, конечно. Неважно, какие цветы выбрать. Главное, чтобы подарок был от чистого сердца. Как у поэтов. Дарите женщинам цветы. От всей души дарите. Доверьте сверлые мечты. Тревоги не таите. Марина Смарагдова, Василий Мосин. Новости города. Кстати, цветы действительно самый желанный подарок для дам на 8 марта. Таковы данные свежего опроса одной из российских маркетинговых компаний. 64% женщин желают получить букеты в праздничный день. На втором месте в списке подарков деньги. На третьем – ювелирные украшения. Наша съемочная группа сегодня поинтересовалась у Ярославн на улицах города. Чего на самом деле они хотят? Цветы. А вот почему именно цветы? Ну, они создают радостное настроение. И как-то сразу веселее становится. На душе. Какой бы вы самый необычный подарок хотели бы получить на 8 марта? Ну, я думаю, поездку куда-нибудь за границу на море. У нас как-то в семье так сложилось, что дарят только желанные подарки. Поэтому из необычного, наверное, ничего такого особенного не могу выделить. За исключением, наверное, мы обсуждали прыжок с парашютом, но я так и не решилась. Сегодня мне подарили сок. Мальчик один очень красивый, и я очень рада. А какой бы вообще необычный подарок вы бы хотели бы получить? Я не знаю, от этого мальчика мне нравятся любые подарки. Наверное, хорошее настроение, чтобы окружающие дарили. Ну, и близкие люди дарили хорошее настроение. Ну, в конце концов, цветы – это самый лучший подарок. А так материально это не очень важно в жизни. Планы по развитию и благоустройству территорий Фрунденского и Красноперекопского районов на текущий год обсудили общественники, депутаты и председатели ТОСов. В ДК «Нефтяник» состоялось второе заседание Координационного совета. Напомню, совещательный орган создан по инициативе мэра Артема Молчанова. Более 30 участников совета собрались для решения злободневных вопросов. Кроме того, в обсуждении приняли участие и активные ярославцы. В актовом зале не было ни одного свободного места. Очень хорошо, что сейчас власть стала проводить такие координационные советы, потому что благодаря им люди могут услышать, что хочет власть сделать, а власть может понять, что хотят люди. Поэтому я очень рада, что нас приглашают на координационные советы. Мы здесь принимаем решение по повестке городской, что нужно на микрорайоне делать, какие есть движения. Одним из приоритетных и важных вопросов, которые обсудили на Корсовете, реализация в 2023 году губернаторской программы «Наши дворы». Ярославлю выделен 291 миллион рублей, из них для Красноперекопского и Фрунзенского районов почти 92. Планируется благоустроить 12 придомовых территорий, по ряду из них уже готова проектно-сметная документация. Кроме того, удалось подключить в проект на три двора больше, чем планировалось ранее. Также обсудили представление ярославцам свободного доступа на стадион «Атлант» для бесплатных занятий спортом. Этот вопрос был включен в повестку по инициативе местных жителей. Интерес у людей очень большой. А наша с вами как раз задача, которую мы перед собой поставили, она заключается в том, что мы максимально должны быть все направлены к достижению тех целей, которые мы хотим на сегодняшний день реализовать. Мы видим, что есть потребность в таком общении, и такая работа действительно только набирает обороты. Мы видим, что с каждым заседанием Координационного совета количество участников, количество вопросов и острота вопросов только увеличивается. Будем эту работу продолжать. Переходим к спортивной части выпуска. Ярославные отличились на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Они прошли в Казани. Кристина Капкова стала чемпионкой в дисциплине «Штурмовая лестница». На полосе препятствий Полина Миронова и Анастасия Кострова стали бронзовыми призерами в своих возрастных группах. В забегах приняли участие 19 команд. Теперь к погоде. Кубань приходит в себя после тропического ливня. Туда возвращается аномальное тепло. В Сочи завтра плюс 15. Это апрельские показатели. В горах Дагестана сошли лавины из-за потепления. В Красноярском крае ИТВе ожидается очень сильный ветер, метель. В Москве плюс один и снег. Порадует ли погода ярославцев 8 марта? О погоде на среду с вами Юлия Василенко. Здравствуйте! На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Временами синоптики обещают небольшой снег. Подробности через несколько секунд. Внимание! Объявляем старт продаж квартир за Волгой в новом доме «Единство». Действуют стартовые цены. Спешите! Светлояр. 28-88-00. В среду ночью в Ярославле облачно. Небольшой снег. Температура минус 7 градусов. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. В среду днем в Ярославле облачно. Временами небольшие осадки. Температура минус 1 градус. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Чистота – это комплексный подход в уборке вашего помещения. Мытье окон, химчистка мебели, ковров, матрасов. Ярославный клининг. Чистота – залог вашего успеха и престижа. Телефон 33-8191. На этом прогноз погоды окончен. С вами была Юлия Василенко. До встречи на городском телеканале. Через мгновение в эфире художественный фильм «Живи своей жизнью». Приятного просмотра. А я напоминаю, новости городского телеканала доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале и нашем официальном паблике во Вконтакте. Сообщите новости и в редакцию по телефонам 72 11 70 и 72 11 80. В студии работала Вера Жук. Спасибо за внимание, хорошего вечера и праздника. До свидания.